Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии Дмитрий Набатов, психолог. Привет, Дима! Да, здравствуй, Марина. Очень приятно, что пригласили, не первый раз. И здравствуйте, уважаемые телезрители. Даже скорее телезрительницы, потому что тема к обсуждению у нас будет актуальная для, скорее, женской половины человечества. Мы сегодня с тобой поговорим о женской самооценке. Правильно? Да, так точно. Довольно часто приходится, да, сталкиваться с этой проблемой в твоей профессиональной практике? На самом деле 90% клиентов, которые приходят ко мне с каким-то первичным вопросом, разобраться в отношениях, избавиться от страхов или чего-то еще, они обычно всегда упираются в тему самооценки. То есть это то, с чего вообще начинается работа. И потом уже после этого мы начинаем обрабатывать их запросы, которыми они пришли. Потому что, так как человек относится к себе, ну, если он негативно изначально к себе относится, да, например, то ему очень сложно себя вообще понимать, вот, разбираться в себе, там, особенно в своих проблемах. То есть первое вообще, с чего стоит начинать, это, как сказать, создать, ну, себя заново, там, понять свое вообще отношение к себе и свою самооценку вообще наладить. Да, самооценка бывает завышенная, а бывает заниженная, когда человек недооценивает себя. Чаще всего с какими встречаешься ты клиентами, не знаю, пациентами, как это правильно сказать, и есть ли способы ее выровнять и адекватно к себе относиться? На самом деле, вот, завышенная и заниженная самооценка, это, ну, одни корни, можно сказать, да. Собственно, завышенная самооценка, она как раз и происходит из-за ниженной самооценки, да, то есть, когда человек... Закомплексованность. Ну, то есть, когда человек себя, скажем, там, ставит выше других, выше, да, например, то это тоже его такая некая защита, да, которым пытается, там, защититься, но не способом, там, унижения себя, а, наоборот, способом возвышения. Вот, то есть, если мы говорим о низкой самооценке, высокой, то, ну, это практически один корень имеет, да, вот этой низкой самооценки. Ну, конечно же, встречается, в основном, ну, заниженная самооценка, когда, там, люди не верят в себя, очень сильно себя ругают и так далее. А причины, вот, как раз низкой самооценки, ну, они очень, на самом деле, простые, да, потому что, ну, после постсоветского пространства, да, очень много изменений таких глобальных происходили, и в том числе, там, в воспитании. То есть, скажем, с детства, там, девочек, мальчиков постоянно тюкали, постоянно критиковали учителя сначала, там, родители и так далее. И когда у человека еще, ну, не сформировано свое собственное самоотношение, да, то есть, когда он себя не знает, он склонен верить другим людям, как раз, которые его отношения к себе и формируют. Вот, вот, соответственно, у других людей, которые говорят о нем, у него могут, ну, у них могут быть, там, искаженные представления, да, они могут использовать какие-то меры воспитания, которые, в общем, в целом не влияют позитивно на самооценку. Вот, и дальше просто то, что говорят окружающие, да, там, ребенку, ребенок просто начинает в это верить. Если говорить именно о женских проблемах, можем ли мы связать, допустим, такое неадекватное восприятие женщинами самих себя с процессом амансипации, который, как мне кажется, до сих пор все еще идет? То есть, если в определенной эпохе к женщине относились как к прекрасному существу, хранительнице очага, и она была ценна сама по себе, то сейчас женщина должна чего-то добиться, воспитать детей, накормить мужа и на работе карьеру построить? Конечно, права, они были всегда, ну, не равны, да, какие-то, конечно, приоритеты у женщины были, но в целом такое у нас больше патриархальное же общество, да, изначально, вот. И многие женщины, конечно, в этом теряются, и процесс, в принципе, эмансипации, он сейчас уже, ну, соответственно, выравнивается, то есть, когда это все начиналось, это, как обычно, там, произвело какой-то большой бум, но потом это все началось, потом это все улегалось постепенно, и сейчас, ну, права уже начинают, конечно, там, собственно, быть очень равными, я считаю, да, вот. Просто, ну, многие мужчины, там, считают, там, обратно, а женщины начинают этому сопротивляться, вот. Я вообще считаю, что, конечно, женщины не просто в нашей стране, вот, потому что, ну, историческое прошлое все-таки дает о себе знать и очень сильно влияет, да, на них, там, разными стереотипами, своими представлениями, вот. И освободиться от этих представлений, это достаточно такая серьезная работа. И такой вопрос у меня возник в преддверии весны, когда каждому хочется чувствовать себя счастливыми, и женщины должны расцветать, что ты посоветуешь? Как психолог, я понимаю, что у каждого индивидуальная проблема, к которой надо подходить с индивидуальным подходом, да, но все же есть ли какие-то рекомендации для людей, чтобы выровнять свое внутреннее состояние, и чтобы не мешало вот самоедству кому-то, да, жить? Есть рекомендации у тебя для наших телезрительниц и телезрителей? Да, в этом случае, чтобы самостоятельно вообще работать над своей самооценкой, то просто замечайте, вот, просто замечайте изначально, как вы себя начинаете есть, там, внутренне ругать, стыдить, ну, и что-то такое неприятное себе говорить. Вот, просто замечайте те слова, которые вы сами себе говорите, вот эти неприятные, которые ваше настроение ухудшают, понижают, там, заставляют вас в депрессию впадать, просто замечайте это и старайтесь с этим не, ну, не соглашаться просто, да, то есть не соглашаться с теми словами, которые вы сами себе говорите, вот, и говорите себе другие слова, противоположные этому. Например? Ну, если женщина себе говорит, что, там, не знаю, я такая некрасивая, я такая страшная, да, вот, на меня никто не смотрит, для начала, вообще-то, хорошо было бы понять, кто эти слова в жизни говорил, да, потому что мы уже вначале говорили, что те слова, которые человек сам по себе говорит, изначально говорили другие, вот, то есть сначала женщина осознает, что эти слова были кем-то там навязаны, да, извне, и потом она просто, ну, не соглашается, с этим внутренним критическим голосом и может ответить себе другое, да, что я красивая, я вообще классная, вот, и постепенно таким способом свою самооценку улучшать, да, чтобы, вот, так сказать, вот эта часть личности, которая критикует ее постоянно, снизила свое воздействие, а та, которая поддерживала, наоборот, увеличилась. А если случай обратный, здесь вообще, мне кажется, можно столкнуться с непониманием того, что человек себя неадекватно оценивает, когда, наоборот, есть понимание того, что я лучше всех, я достойна большего, и все остальные здесь никчемности. Как в таких случаях действовать? Как правило, такие люди вряд ли к тебе приходят и говорят, вот, я там считаю себя королевой, пожалуйста, помоги мне считать себя тем, кем, кто я есть. Вряд ли. Нет, ну, такие люди приходят, но редко. Обычно тогда, когда они сталкиваются там с сильной несправедливостью этого мира, что я себя считаю такой классный, а что-то меня там со мной никто не знакомится, да, или я там себя веду высокомерным. То есть мир должен крутиться вокруг меня, а что-то не крутится. Да, да, да. То есть обычно такие люди приходят там больше в разочаровании, но до этого разочарования еще нужно дойти, да, увидеть в смысле вот это, понять, что что-то, вот, то, что я делаю, в общем, не работает, не приводит меня к результату, да, вот. То есть есть какое-то поведение у человека, у женщины, например, да, которое может быть достаточно высокомерно, и если это не приводит к каким-то результатам, там, не удается, не знаю, знакомиться, там, с противоположным полом, да, там, выстраивать карьеру, то хорошо бы задуматься, что, наверное, я что-то не то делаю, в общем, я себя как-то не так веду, да. А тут самостоятельно разобраться, честно, очень сложно, да. Самое сложное – это увидеть это. Потому что если тебе говорят другие об этом, то ты начинаешь их считать дураками и не воспринимать их всерьез, особенно если ты высокомерен изначально. Вот, поэтому изначально это увидеть очень сложно самому. Все верно. Вот. И как раз, собственно, задача психолога, ну, заставить в том, чтобы мягко человека к этому подвести. И я считаю, что тем людям, которые такие высокомерные, с завышенной самооценкой, ну, нужно иногда просто вот так остановиться, замедлить себя и постараться просто услышать другого человека, да. Для этого нужно, ну, немного отказаться от, так сказать, собственного самомнения. Вот. И тогда есть вероятность, что та информация, как меня другой воспринимает, там, долетит до этого человека. Я думаю, наша сегодняшняя беседа окажется информативной и полезной для кого-то из телезрителей. Спасибо, что пришел к нам в гости. В нашей студии сегодня психолог Дмитрий Набатов. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков и желаю вам всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!